Начинается отопительный сезон и при первом запуске котла после длительного летнего перерыва, ну или нового котла, если вы наконец-то стали счастливым абонентом Газпрома. В общем, случаются в этом случае проблемы. И одна из распространенных – это лужа под котлом. Ощущения, как бы сказать, непередаваемые после того, как вы представите, сколько времени, нервов и денег будет стоить замена котла. Но не огорчайтесь раньше времени – шанс, что вы отделаетесь легким испугом, очень велик. На канале уже был ролик, где рассматривались основные причины течи котла. В этом же мы больше остановимся на решении этой проблемы, ну и дополнительно кое-что рассмотрим. Поэтому не спешите звонить монтажникам по поводу их кривых рук или магазин газового оборудования по поводу качества продаваемого изделия, а потратьте немного времени для получения информации, которая, возможно, избавит вас от больших хлопот. Итак, начнем с того, что вспомним химическую реакцию горения газа из школьного учебника. Метан CH4 плюс кислород получается у нас СО2 плюс вода плюс выделяется энергия. Если вдруг вы расстроились, что совсем не помните такую формулу, не расстраивайтесь. 98% людей этого не помнят, не знают и это нормально. Так вот, H2O в этой формуле – это и есть вода, которая в итоге может оказаться на полу под котлом и также включая водяной пар, который может образоваться в виде конденсатора при разности температур. Это первое место, ну так сказать условно, откуда может взяться вода, то есть фактически из воздуха и плюс образоваться в результате термохимической реакции. Ну и второе место, вторая причина этой системы отопления. И для начала, если уж появилась лужа, нужно выяснить, первая ли это причина или вторая. Напомню, причины из-за системы отопления. Точнее, причина одна – это нарушение герметичности водяного контура, ну или водяной рубашки. А вот причины нарушения герметичности может быть несколько. Это некачественная сварка самого агрегата на заводе, это трещина в результате деформации из-за превышения давления, то есть напольный стальной котел, рассчитанный на полтора бара, закрытая система, а сбросник вы поставили на три бара. Итог предсказуем. Также бывает трещина в результате разности температур, то есть подпитали на горячую чугунный, допустим, теплообменник, ну или попросту прогорел и разрушился сам металл водяной рубашки и все потекло. В общем, сами понимаете, что если это не капли из-под плохо закрученного резьбового соединения в навесном котле, то это достаточно трудно решаемая проблема. Но, к счастью, она не такая частая, ну как первая. Бывают ситуации, когда действительно крайне сложно понять, из-за чего появилась влага, то ли из-за первой причины, ну так сказать из воздуха, то ли из-за второй, из-за отопления. Если, скажем так, утечка небольшая, то вода попросту будет испаряться и улетучиваться в дымоход. В этом случае стоит внимательно осмотреть котел, возможно его подразобрать. Есть шанс, что вы наткнетесь на следы подтеков, ну ржавчины, так сказать, характерные следы. Ну и станет ясно, что либо трещина, либо недовар, либо еще что-то. Ну а вообще, если вы видите лужу под котлом и причина утечка отопительного контура, то количество воды в системе должно уменьшаться. Если у вас система открытого типа, ну попросту засеките уровень в расширительном баке и проследите, уменьшается ли он. Если же закрытого типа, то нужно ориентироваться на давление, но при этом исключить неисправность расширительного бака. Ну бак, естественно, в этом случае будет другого типа. Собственно, причину падения давления бывает найти не всегда просто. Ну и тогда зовите на помощь специалистов с компрессором и тепловизором, как сейчас модно делать. В общем, вы проделали все манипуляции и убедились, что влага под котлом не из системы топления, что вероятнее всего. И в этом случае вам остается более частая и более приятная проблема образования влаги из воздуха. А если конкретнее, то при каждом холодном пуске котла вполне возможно появление конденсата. Точнее сказать, он будет всегда и у всех. Разница в количестве. То есть, в зависимости от температуры в комнате, температуры на улице, влажности воздуха и там и там, температуры теплоносителя, величины силы тяги в дымоходе. Даже молекулярный состав природного газа будет иметь определенное значение. То есть, у кого-то будет чуть-чуть и это будет улетать трубу, а у кого-то много стечет в виде лужи на пол. Вообще, конденсат – это уже не водичка, а агрессивная среда кислотного характера, которая, кстати говоря, очень даже хорошо разъедает теплообменники, особенно стальных котлов. Поэтому с этим надо бороться. По-хорошему, максимум лужица при первом пуске – это, можно сказать, норма. И все, больше не надо. Как этого добиться? Начать нужно с простого. Первое – это проверить тягу. В дымоход могло и попасть что-то, и обвалиться, и трещина образоваться. То есть, вы должны убедиться и в случае чего добиться хорошей тяги. И второе – при первом пуске дать котлу длительное время поработать на минимуме, при этом поставив циркуляционный насос тоже на минимальную скорость. А может, и в некоторых случаях вообще его отключить на некоторое время. Ну, при наличии, естественно, насоса. Такая манипуляция позволит и дымоходу, и теплоносителю нагреваться плавно, без скачков температур, а значит, с минимальным образованием конденсата. Следующее – минимизируйте холодные пуски вообще. Если уж так сложилось, что у вас образуется конденсат, и кардинально решать проблему с котлом и дымоходом не хочется. Ну, в этом случае не нужно тогда подтапливать. То есть, днем, допустим, выключать, а ночью включать. Ну, для ресурса это будет не очень хорошо. Для ресурса будет хорошо, если вы включите, и пусть оно на минимуме работает. Но вообще, для газового котла, если он не конденсационного типа, то отопительный температурный жим все-таки должен быть больше 50 градусов. Ну, и в заключение, классический способ борьбы с конденсатом – это утепление дымохода. То есть, горячие дымовые газы вылетают из котла, сталкиваются с ледяными стенками дымохода и резко остывают с образованием влаги. Теплоизоляция позволяет быстрее нагреть эти стенки и медленнее остудить. Тем самым уменьшит разность температур, а следовательно, количество конденсата. Также бывают ситуации с кирпичным дымоходом, который приходится не один день прогревать, пока прекратится выпадение этой влаги этого конденсата. Ну, и такое тоже бывает.